Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Российский рынок таксомоторных услуг». Выговаривается очень тяжело, но, как это понятно, всем близок, близкий и родной, но как минимум знакомый этот рынок. Потому что наверняка многие из вас не однажды, а то и по несколько раз в день сталкиваются с этой проблемой все-таки. В конечном итоге, наверное, надо начать будет именно с этого. Это проблема. Такси найти. Ну, доступные такси. В России, не знаю, как в России, все-таки мы сегодня будем говорить о Москве. Прежде всего, потому что в студии, я представляю своего сегодняшнего гостя, в студии Богдан Коношенко, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам таксомоторных перевозок. Добрый вечер, Богдан. Добрый вечер. Ну и судя по тому, что вы занимаетесь, да, все-таки проблемами Москвы и Подмосковья, я так понимаю. Ну, в основном Москвы. В основном Москвы даже. Давайте мы именно об этом и будем сегодня говорить. Уважаемые слушатели, я хочу сообщить вам, что вы, как всегда, можете принять активное участие в нашем разговоре. Для этого существует телефон. Телефон прямого эфира в студии 6510996, код Москвы 495. Также свои вопросы, мнения по сегодняшней теме вы можете опубликовать, зайдя на сайт finam.fm и в разделе «Комментарии». Все это я вижу, естественно, озвучиваю, и мы непосредственно эту тему обсуждаем. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Итак, рынок таксомоторный, ну, в общем, как этот рынок в Москве, да, прежде всего, как он себя чувствует? Вообще, можно назвать это рынком или это какое-то подобие рынка? Да, потому что, ну, опять же, с точки зрения обывателя, да, я смотрю, вот есть какие-то такси, но у них, их не так много, начнем с этого, да, их не так много. Потом в подавляющем счете случаев, ну, хорошо, в большинстве случаев, и об этом, наверное, мы будем говорить сегодня тоже достаточно плотно, в большинстве случаев есть, так называемые, нелегальные, да, нелегальный извоз, и он составляет огромную конкуренцию извозу легальному, и никак чего-то эта проблема не решается, и между собой никто не может договориться. В общем, как это выглядит, Богдан? Ну, по оценкам экспертов, потребность рынка сегодня составляет 50-55 тысяч автомобилей, находящихся на линии. Ну, цифра рассчитана, как я понимаю, таким образом, да, вот в советские времена, до 91-го года, в Москве насчитывался 21 таксомоторный парк с численностью от 500 до 1000 автомобилей в каждом из них. И было, насколько мне известно, цифра 11 тысяч автомобилей. При этом в то время заказать такси было, ну, достаточно проблематично. Проблематично, да. И поймать его, да? Сейчас так такой... Да, и даже поймать его. И даже поймать его было проблематично. Значит, на сегодня население Москвы вместе с приезжими увеличилось, наверное, вдвое-втрое. И для того, чтобы полностью удовлетворить эту потребность, вот он оценивается в 50-55 тысяч. На сегодняшний день департаментом транспорта, то есть я говорю о той части, которая называется легальным. Безусловно, сейчас мы о легальном рынке говорим. Если мы говорим о легальном рынке, да, выдано, вот последняя цифра, которая мне известна, это 22 с половиной тысячи разрешений, из которых примерно половина это таксомоторные компании, а остальная половина это индивидуальные предприниматели. И, соответственно, порядка 32 с половиной тысяч, там 30 тысяч автомобилей, это нелегальный извоз, который также присутствует на рынке. Потому что, в принципе, сегодня выйти на улицу, поднять руку и обязательно очередь из автомобилей перед вами выстрелится. Обязательно что-нибудь случится. Кстати, откуда цифра вот этой оценки нелегального рынка? Это тоже какой-то мониторинг идет? Нет, такого мониторинга, ну, может быть, кто-то и делает, я о таких цифрах не слышал. Ну, исходя из того, что потребность оценивается в 50 тысяч, да, то есть мы знаем, легальный, все остальное это уже нелегал. Ну, логично, логично. Я понял, ну, в принципе, это достаточно приличный объем такой, да, даже для такого города, как Москва. Но, учитывая, давайте отсюда мы начнем наш разговор, учитывая, что часть этого рынка все-таки нелегалы, возникает вопрос. Почему они здесь, эти самые нелегалы? Потому что легальный бизнес не способен охватить вот весь этот объем, да, не хватает чего-то, если это так, то чего. Либо все-таки существует некая жесткая конкурентность, ну, всегда, да, значит, такая идея заговора некого. Потому что я, на самом деле, вспоминал, вот, когда готовился к этой программе, я вспоминал, и это было, по-моему, за последние полгода неоднократно, яркие какие-то заголовки в средствах массовой информации, что вот там, на площади Курского вокзала, какого, не обязательно за Курский вокзал сейчас речь идет, устроена потасовка, где, значит, легальные таксисты выясняют отношения с нелегальными, с бомбилами, там, ну, то есть вот эта тема... Ну, лет 10 назад такая история действительно на Курском вокзале была, она из... Ну, это 10, а это было вот... Всем известно, да, да, да. Нет, в последнее время таких серьезных потасовок каких-то между легалами... То есть рынок поделен, можно так сказать? Рынок поделен между легалами и нелегалами, они договорились, я стою у Курского, ты стоишь у Павелецкого, и все, и никто никого не трогает. Не-не, о вокзалах я расскажу даже, наверное, чуть поподробнее. Это было бы неплохо, потому что там своеобразный бизнес. Вокзалы, аэропорты, да, это сегмент такой, что... На семи вокзалах из девяти, московских, да, значит, привокзальная площадь отдана, насколько мне известно, в управление организацией, в которой РЖД принадлежит, управление, значит, вокзальными комплексами, как-то так они вызывают, там сейчас точное название могу ошибиться. То есть это, да, не в названии, то есть это некая организация, принадлежащая РЖД, что важно, да, которые даны в управлении вот определенной инфраструктурой, правильно? Это и наверняка непосредственно очистка самой площади от мусора и грязи, это какие-то транспортные потоки, в том числе... Конечно, в том числе это и предоставление услуг такси на этой территории. И в департаменте транспорта, значит, Москвы в управлении таксомоторных перевозок, значит, создана рабочая группа, в которую входят, значит, и многие члены нашего комитета торгово-промышленной палаты, которые постоянно находятся в режиме диалога, значит, между департаментом транспорта, бизнесом и вот этой самой организацией, которая занимается управлением вокзалов. И очень многое уже сделано на сегодняшний день. Запущен пилотный проект был, наверное, где-то месяца полтора назад на площади трех вокзалов непосредственно у Ярославского вокзала, где были установлены шлагбаумы, линия для такси. И куда можно было заехать по специальной карточке, которую вот эта организация, которая занимается управлением вокзалов, раздавала и раздается на сегодняшний день абсолютно бесплатно через департамент транспорта или самостоятельно индивидуальное предпринимание. Раздает таксистам, легальным таксистам? Раздает тем, кто получил разрешение в департаменте транспорта на работу в такси. Можно ли сказать, что в этом случае вот эта организация, о которой мы сейчас говорим, монополист именно на рынке таксомоторных услуг, связанная с перевозками пассажиров в вокзалы или это? Нет. Ну, во-первых, они работают только на вокзалах. Во-вторых, они таксомоторными перевозками непосредственно не занимаются. Они представляют услуги по организации. Я понял. Мест, стоянок для такси у привокзальных площадей. То есть есть некие таксисты, да, это коммерческое предприятие или это частный, да, и он обращается. Да, лишь бы он был легальным. Да, да, да. Он говорит, я хочу работать вот здесь, да. Пожалуйста, вот тебе карточка, заезжай, да, приглашай. То есть вот те, интересный вопрос, ну, это опять из жизни, да, я прилетел, ну, или приехал, я не знаю, был в командировке в Вологде и с Ярославского вокзала. Вот я прихожу, ну, это картина, наверное, большинству знакомая. Выходишь из поезда или из самолета и... Вас встретят люди. Продираешься, нет, именно так, продираешься просто через какую-то вот жесткую такую стену этих самых, ну, наверное, таксистов все-таки правильно так будет назвать. Потому что у них всех какие-то бейджики висят, да, или там фуражки с шашечками. То есть это не бомбило, очевидно. Ну, там есть две категории, значит. Все-таки есть. Да, там есть две категории, даже там же, прямо на площади, ну, почти у всех таксомоторных компаний и легальных перевозчиков есть такая услуга, как встреча пассажиру у вагона. Когда, подъезжая там к Москве или заранее, вы можете заказать в таксомоторной компании услугу, и вас встретит водитель таксист. Встретит, приветит, то есть он еще поможет вещи донести еще, да? Если необходимо, поможет и вещи донести. Значит, проводит вас до автомобиля и отвезет по указанному вам адресу. Но там же стоят и представители, ну, вот данные водители, они встречают конкретно своего пассажира. Конкретного человека, да. И там же есть так называемые подсадчики, которые крутят ключи на указательном пальце, да, и спрашивают всех проходящих, такси брать будем. Такси, такси, такси. Такси дешево, такси дешево. Да, такси дешево и так далее. Это нормально. Но их никто, к сожалению, не гоняет. Во. А есть основания для того, чтобы их... Ну, конечно, есть. Прежде всего, ну, пассажир должен понимать, что это небезопасно. А бы к кому, да, сесть? А бы к кому. Потому что, во-первых, начиная с того, что среди них есть и те, кто действительно просто пытается за деньги подвезти, да, он делает это нелегально, незаконно, но ничего, кроме того, чтобы подвезти вас за деньги, у него в голове нет. Есть и криминальные элементы... Совершенно верно. Откуда я знаю, чего у него в голове-то, правильно? Ну, прочитать на нем бы этого не может, естественно. Поэтому, конечно, безопаснее воспользоваться услугами легального перевозчика. Второй пункт, ну, в этом, наверное, заключается одна из основных проблем токсомоторного рынка в Москве сегодня, да, это консолидация усилий властных структур, законодательных, по наполнению и исполнению действующего того, что уже сегодня есть, да, 69 ФЗ. Потому что те, кто легально получил разрешение, да, они должны использовать... Ну, есть целый ряд требований, да, которые описаны в 69 ФЗ в законе о такси, которые должны легальным перевозчикам исполняться. Из внешних вещей это прежде всего... Извините, кстати, легальный перевозчик, он же получает, да, некое разрешение, лицензию, сейчас мы об этом как раз чуть позже поговорим, да, и получая это разрешение, он как бы подписывается, да, что я должен соблюдать вот такие-то правила, выполнять вот такие-то обязанности. Да, конечно. Он заявляет, получая разрешение, он заявляет о том, что он их уже выполняет. Уже выполняет, да, и они все прописаны вот в этом федеральном законе, да, который... Да, закон был принят в... Ну, в общем, с сентября 2011 года все компании... Богдан, мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжаем. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам.ФМ, программа «Бизнес-класс», меня зовут Олег Дмитриев, сегодня говорим о рынке таксомоторных услуг. А в студии Богдан Коношенко, председатель комитета Московской торговой промышленной палаты по вопросам таксомоторных перевозок. Ну что ж, мы до новостей как раз, да, поговорили о некой законодательной части, да, этого вопроса, вот тот самый федеральный закон. Если можно, продолжите, Богдан, пожалуйста. Да, значит, вот с 1 сентября 2011 года все легальные перевозчики должны были выполнять ряд требований, которые описаны вот этим самым в 69 ФЗ. В первую очередь, это цветографическая, из внешних признаков, да, это цветографическая схема в виде шашечного пояса, нанесенная на автомобиль, и фонарь оранжевого цвета на крыше автомобиля. Это то, что похоже на мигалку? Нет, это как раз на таксистский фонарь такой похож, фонарь. Вот. Значит, кроме этого, внутри автомобиля обязательно должен находиться таксометр и... По-нашему, счетчик. Правильно я понимаю? Можно и так назвать, счетчик. Можно и по-нашему. Значит, кроме этого, в автомобиле должно находиться в обязательном порядке разрешение, выданное Департаментом транспорта субъекта Федерации, который выдал это разрешение, значит, в этой расценке на стоимость проезда. Очень много сразу вопросов у меня сейчас очень интересно. Тебе подождать, а? Кроме этого, автомобиль должен два раза в год в обязательном порядке проходить технический осмотр. Водитель должен выезжать на работу по путевому листу, где, соответственно, должна находиться отметка выпускающего механика, который подтверждает, что состояние автомобиля находится в удовлетворительном состоянии. и отметка медицинского работника о том, что водитель прошел медосмотр предрейсовый. Ну, все это настолько серьезно, просто хочется снять шляпу, извините, уже за банальность такие. А что мы видим? А по факту происходит следующая вещь. Ну, подавляющее большинство таксомоторных компаний, легальных перевозчиков, этот закон выполняют. Выполняют полностью или все-таки в части, в какой-то части? Нет, они полностью выполняют. Практически у всех компаний сегодня есть. То есть предрейсовый осмотр, он в том или ином виде, но он в обязательном порядке есть. В обязательном порядке есть выпускающие механики. Но вы знаете, и до принятия 69 ФЗ большинство компаний, ну, значительную часть требований, которые предъявляются этим законом, уже выполняло. То есть для легальных перевозчиков в виде таксомоторных компаний это не стало никакой проблемой. Это скорее стало проблемой для... Ну, в принципе, это же не обходи. Если человек серьезно этим занимается, он, естественно, проверит автомобиль перед тем, как выехать. Правильно? Он проверит... К сожалению, это не так. Адекватность водителя. Значит, мне известно, что очень многие легальные, потому что если... То есть легальные... Нет, нет, мы сейчас говорим пока именно об этом. Понятно, что... Да, есть легальные перевозчики, индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя и получили в департаменте транспорта на свой автомобиль разрешение на работу в такси, фактически эти требования не выполняют. Ну, кстати, вот с технической точки зрения. Я представляю, да, есть некое предприятие, ну, аналог вот таксопарка, да, что был в советский время. Ну, по сути, да. То есть я пришел на работу. Ну, условно говоря, я переоделся, я сел в автомобиль, я проехал, да, меня посмотрел механик, ну, я не знаю, там, вдохнул я в трубочку, врач, давление проверил. Все, поставил необходимые отметочки мне в путеволю и все, и вперед из песни. А как быть, куда, к частному предпринимателю, куда, жена ему проверит, сосед в гараже даст ему ТО. Он должен заключить в этом случае договор с компанией, либо с врачом, который лицензирован, который имеет право заниматься этой деятельностью, на то, что он будет проходить этот медицинский предрессовый контроль там. По сути, этого не происходит. Вот, вот. Потому что это... Так же точно и касается и сервиса. То же самое касается и прохождения два раза в год технического осмотра автомобиля. Они этого не делают. Это прежде всего связано с безопасностью перевозка. Конечно, конечно. А вот я, ну, допустим, да, я опять ситуацию моделирую. Я остановил или заказал даже, да. И ко мне приехал частник. Кстати, вот я иногда на общественном транспорте езжу и поднимаю руку. Все красиво. Ну, хороший, нехороший. Ну, внешне красивый автомобиль. Шашечки есть все. Фонарь горит. Оранжевый, да. Посмотрел в лицо. Ну, такой, знаете, тоже вербальный такой контакт. Посмотрел в лицо. Ну, вроде адекват. Сел я. Что я должен сделать? А покажи мне, друг мой, ТО, талончик техосмотра. Покажи мне. Ну, у него путевка есть вообще участника? Должна. Должна быть. Должна быть. Покажи мне путевку, где стоит у тебя печать, вед врача чуть не сказал. Печать медицинского работника, да. Вот так я должен сделать? Ну, если я забочусь, естественно, на своей жизни. Или я, не дай бог, там с семьей с ребенком поехал. Ну, если вы собираетесь голосовать на улице, сегодня проще гораздо заказать машину по телефону. По телефону, да. Абсолютно с вами согласен. Более того, сейчас мы, естественно, будем обсуждать с вами и тарифы, расценки. Это порой гораздо дешевле. Опять для сравнения, вот я, так сказать, все-таки достаточно сейчас услугами пользуюсь. Там, в командировку мне надо в аэропорт. У меня стоят вот ребята, о которых мы попозже поговорим. Ну, я их знаю, в принципе, они живут где-то в этих же домах. Каждое утро они собирают тех, кто торопится на работу, там, до метро довезти за 100 рублей. Я их, в принципе, знаю. Ну, не лично, но встречаемся мы. Я говорю, мне завтра в 5 утра надо в Шереметьево. За сколько довезешь? Он мне называет цифру. Ну, она приемлемая. Потом я подумал, подумал, ну и вот. Так я закажу легальную. Ну, это даже не связано не столько с безопасностью, сколько мне потом отчитываться же надо за командировку. Соответственно, вот эту квитанцию он мне даст, а этот не даст, естественно. И я вызываю к 5 утра вот по такому-то адресу, куда поедете в Шереметьево, сколько будет стоить? И он мне называет сумму меньшую, чем этот парень. Да, так часто бывает. Почему тогда он все еще стоит? Потому что вы все равно иногда пользуетесь этим. Но дело в том, что сегодня услуг... Вот ситуация на рынке сегодня сложилась таким образом, что услуг легальных перевозчиков катастрофически не хватает. Если вы захотите заказать машину там в 5 утра, то, скорее всего, вам ее подадут. А если вы просто так позвоните в 8 часов утра, то, скорее всего... И такой бы, нет свободных машин на линии, все на линии, нет свободных. Могут даже пообещать, и машина может либо опоздать, либо не приехать. Или вот срочно надо, ну, срочно-не срочно, еще и от вагоза даже... На самом деле, это форма отказа, да? Такая, мягкая. Да, когда компания понимает, что она не успеет никак в этот момент подать вам автомобиль, то она называет вам срок, в тени которого вы явно ждать не будете. Богдан, и в связи с этим, давайте вот мы первый, ну, если не вывод, то, по крайней мере, глобальную идею с вами определим. Значит, мы говорили с самого начала, есть вот примерно такой объем рынка в Москве, да? 50 тысяч, это мы говорили. Из них там 30 сейчас, да, легалы, 20 нелегалов. Заполняют просто, я так понимаю, вакуум этот заполняют. Да? Который не может вот из себя, так сказать, на себя взять легальный. А почему? Чего здесь нет? Потому что на сегодняшний день никто не борется с нелегальным извозом. Нет, нет, смотри, я так понимаю, что нелегалы заполнили вакуум. То есть легальный извоз, он вот 30 тысяч эти может переработать, а больше нет ресурсов у него. Он не 30, он даже 20. Даже 20? Он перерабатывает 20. Сегодня ведь основная проблема в таксомоторных компаниях, да, заключается в том, что набрать как можно больше нормальных водителей, которые могли бы работать, да, предъявляя к водителям определенные требования. Ну давайте, слово нормальные водители тоже интригует. Что это за нормальный водитель? Это водитель, который имеет водительский стаж, там хотя бы от трех лет, который более-менее знает город, который хорошо говорит на русском языке, изъясняется, значит... И мы понимаем прекрасно, о чем речь. Да, и мы понимаем, что он не запятнан в свою прошлую жизнь ни в каких страшных преступлениях. Совершенно верно. Поэтому вот по-русски, да, понятно, да, язык должен быть, естественно, коммуникальный, таксист. Да, старые истории, масса кинофильмов и анекдоты, это всегда... Кто такой таксист? Это такой разговорчивый дяденька, который скучно целый день баранку крутить. О, ребята сели, давайте мы пообщаемся. Это его хлеб. Это его хлеб, конечно. Чем больше он наговорит, тем больше вы ему заплатите. Вы совершенно... Чем больше расположит вас к себе. Ну так вот, и сразу мы начинаем. Да, русский язык должен знать город, естественно. Конечно. Ситуации тоже очень часто встречающиеся, да. Сел в машину, куда? Туда. А дорогу покажешь? Ну, часто компании не принимают к себе на работу, несмотря на то, что сегодня появились достаточно хорошие навигаторы, которые хорошо показывают. Да, эта штука работает для физического лица, которому нужно доехать из точки А в точку Б, и он не знает маршрут, он может воспользоваться услугой навигатора. Совершенно верно. Да, вот для водителя такси навигатор, как правило, ведет в пробку. Да, ну, либо просто... Опять вот, пример из жизни, да. Сели, знаешь, как я, не знаю, ну, у меня навигатор есть, ну, давай. А как им пользоваться? Это таксист спрашивает, а как им пользоваться? Ну, понятно, что мы сейчас говорим, вот именно, уже, так сказать, переключаясь более-менее... Тех, кого называют бомбилами. Тех, кого называют бомбилами. Ну, так вот, тем не менее, я хочу от вас услышать, почему легальный рынок, да, не способен заполнить вот этот остаток. Либо потому, еще раз, извините, Богдан, либо потому, что действительно жесткая конкуренция, и вот так вот это все, да? Ну, как 10 лет назад на Корском вокзале. Либо просто чего-то не хватает, ресурсов, людских ресурсов, человеческих, да, профессионалов, водителей не хватает. Автомобилей не хватает, наверное, может быть, да? Или еще чего-то еще. Ну, вы понимаете, не выполнять закон на сегодня выгоднее, чем его выполнять. Это главная проблема, да? То есть нехватка... То есть люди эти есть, но эти люди никак не стимулируются к тому, чтобы выполнять закон и переходить в легальный сектор. Из нелегалов нужно делать легалов. Среди нелегалов есть достаточно большое количество высокопрофессиональных людей, которые не хотят выполнять закон, и ему гораздо проще, там, на своем собственном автомобиле приобрести этот автомобиль и никому ничего не платить. Ну да. Именно в этом проблема, да? То есть ему выгоднее, часто бывает выгоднее работать самостоятельно. То есть... И не выполнять закон. Таксомоторная компания сегодня содержит штат сотрудников, всю инфраструктуру, да? Для медицинского работника, которому нужно платить зарплату, снимает какое-то помещение, арендная плата, платит деньги своим механикам, которые занимаются осмотром автомобилей, несет затраты по техническому обслуживанию автомобиля, по мойке автомобиля, по обучению персонала, по бухгалтерии, и так далее. Список этот бесконечный. Да, это приличные расходы. Это значит, приличные расходы. Поэтому, естественно, что цена услуги, которую оказывает легальный перевозчик, выполняющий все требования закона, она, естественно, должна быть... Все это будет включать, естественно, все эти расходы. Физическое лицо, которое не исполняет этого закона, естественно, этих затрат не несет и может позволить себе... Демпинговать. Демпинговать. Демпинговать на рынке. Хотя сегодня, ну, даже такое понятие, как демпинг, все равно машин не хватает. Вот в легальном секторе все равно машин не хватает. И здесь, на мой взгляд, власти должны вести себя всеми известными методами. Кнутом и пряником. С одной стороны, было бы неплохо, если бы легальные перевозчики были допущены, например, для движения по полосам для общественного транспорта. Богдан, спасибо. Сейчас мы слушаем новости, а потом про клут и пряник. Это очень интересно. Итак, друзья, продолжаем наш сегодняшний разговор. Тема программы «Бизнес-класс» на Финам.ФМ «Рынок таксомоторных услуг». В гостях у меня Богдан Коношенко, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам таксомоторных перевозок. Мы прервались, ушли на новости. Богдан очень интересно рассказывал о том, как государство должно, ну, с его точки зрения, наверное, как оно может отрегулировать все-таки этот рынок, легальный, нелегальный, кнутом и пряником. Как это выглядит? Ну, с одной стороны, необходимо создавать условия для того, чтобы нелегальные перевозчики переходили на работу в легальный сектор. Здесь нужны пряники. На мой взгляд, одним из таких главных пряников могло бы быть допуск легальных перевозчиков до линии движения для общественного транспорта в Москве. Значит, это такой существенный фактор, который, на мой взгляд, мог бы сыграть роль. И это то, что сегодня мы туда не допущены, это, ну, как бы противоречит всем международным нормам. Я могу привести примеры, когда люди с ограниченными возможностями, которых необходимо высадить в определенные точки, а водитель такси не может заехать на эту линию, потому что это будет сразу 3 тысячи рублей. Его, правда, мы пытаемся иногда переквалифицировать там на 300-рублевые штрафы, но, тем не менее, они есть. Эта проблема существует. А с другой стороны, на сегодня нет никаких, не предусмотрено ни законом, ни чем другим, никаких механизмов борьбы с нелегальным извозчиком. И сегодня максимум, что можно сделать, да, ну, известная цифра, да, там, примерно полторы тысячи штрафов наложено за фактически полтора года действия, ну, более года действия этого закона. То есть вероятность того, что ты попадешься, если ты занимаешься нелегальным извозом, она, ну, настолько минимальна, что это сегодня никого не пугает. Вот если бы с двух сторон начать двигать, да, сегодня нет никакого подразделения, которое занималось бы борьбой с нелегальным извозом. Это подразделение, подразделение какое должно быть? Рынок сегодня оценивается примерно в 1 миллиард долларов, да, или, как, например, говорят, там, 30-35 миллиардов рублей, значит, из которых больше половины находятся там, две трети фактически, да, почти две трети, находятся в нелегальном секторе, крутятся там. И в связи с этим, может быть, имело бы смысл создать некое подразделение, да, которое занималось бы борьбой с нелегальным извозом, которое отлавливало бы их, штрафовало... В управлении внутренних дел. Может быть, это при департаменте транспорта, может быть, это при системе МВД может быть сделано, да, но вот такое подразделение, на мой взгляд, необходимость создания такого подразделения, оно назрело. А с другой стороны, необходимо условие, да, что, с одной стороны, если ты не выполняешь требования, то ты получишь обязательно наказание, оно неотвратимо. Ну, это нормально, неотвратимость наказания. Неотвратимость наказания, да, то есть, ну, каждый должен понимать, что он обязательно попадется рано или поздно, да. А с другой стороны, если ты будешь выполнять требования закона, то ты получишь доступ к движению по полосам для общественного транспорта. Некие преференции получаешь. Получаешь некие преференции. Получаешь доступ к объектам инфраструктуры города, к вокзалам, к аэропортам и так далее. Вот некие стимулирующие меры. Я думаю, что это помогло бы решить проблему с нелегальным извозом достаточно быстро. Вы мне по секрету нам скажите, мне и нашим слушателям. Вот вы затронули тему доступа к вокзалам. Ну, о вокзалах мы говорили. Вот у меня интересный вопрос, связанный с аэропортами. Ну, я не знаю, как это сформулировать лучше. Но, по крайней мере, давайте так. Слухами земля полнится. Слухи такие есть, что все перевозки пассажирские в районе аэропортов – это некая мафиозная история. Там вот ребята и никого туда не пускают. И в этом случае легальный извозчик просто не сможет получить туда доступ, какие бы он не выполнял требования, о которых вы говорили. Ну, в разных аэропортах по-разному. Да, у нас есть блок Шереметьево с его несколькими терминалами. Там по-разному ситуация складывается. Есть Внуково, есть Домодедово. Вот три аэропорта. В Домодедово там ситуация такая. Аэропорт Домодедово заключил договора с рядом легальных перевозчиков. Эти перевозчики все прошли достаточно жесткий отбор. К каждому из них приезжала комиссия из аэропорта, со службы безопасности, рассматривались финансовые показатели. Там наличие собственной инфраструктуры, наличие собственного парка и так далее. Которые прошли этот отбор и получили доступ к инфраструктуре аэропорта на определенных платных условиях. То есть на сегодняшний день официальный перевозчик, то есть пассажир, который выходит из аэропорта, он подходит к стойке аэропорта Домодедово, заказывает там такси, который ожидает его на привокзальной площади, рядом с вокзалом, с аэровокзальным комплексом Домодедово. И уезжает по четко оговоренным тарифам. И это все легальные люди, это официальные люди. Да, это все легальные люди. Но одновременно с этим, в последнее время, там ситуация сильно изменилась в худшую сторону. В Домодедово? Да, в Домодедово. Потому что контроль со стороны аэропорта за этой деятельностью несколько уменьшился. Ну, наверное, этим должны заниматься правоохранительные органы в первую очередь. А они сегодня либо не хотят, либо не имеют возможности этого делать. И там появилось огромное количество, они всегда там присутствовали, те, кого называют криминальной структурой, которые по 2,5 тысячи рублей, по 3 тысячи рублей продают специальные талончики. И есть структура, которая бродит по этому аэропорту, люди, да, которые видят, что кто-то пытается там поймать пассажира, спрашивают, талончик есть? Талончик есть? А, продолжай. Талончик нет? Лови. Да, лови дальше. Значит, талончика нет. До свидания. До свидания, тебе нужно отсюда уехать. Срочно, причем, иначе какие-то будут какие-то поломки в автомобиле, не дай бог, да? Не только в автомобиле. Я, кстати, вспоминаю опять реально из своей жизни. В Домодедово, да, я возвращался и подошел к стойке. Там, естественно, оговорили мы, да, куда маршрут, и стоят вот два, ну, мне показалось, что они какие-то такие темноватые, два темноватых субъекта, и они предлагают альтернативу. Они говорят, ну, что это, это дорого. Вот смотри, вот. А я говорю, а вы кто такие там? Мы официальный перевозчик. Вот смотрите, у меня тут какой-то значок, какарда у меня есть, понимаешь? Конечно, все. И потом я отследил, то есть я садился в такси, и один из этих темных людей повел еще с самолета, да? То есть мы вместе летели, повел и посадил. У него такая же желтая, по-моему, даже машина с шашечками и со всеми делами. Весьма вероятно. Ну, неизвестно, что это такое было. Вот из того, что вы описали, трудно понять и трудно спрогнозировать, чем эта поездка закончилась. Ну, будем надеяться, что она, скорее всего, закончилась благополучно, конечно, хотелось бы верить. Ну, вот, например, один из участников рынка, Василий Баранов, да, не так давно мне рассказывал, это такси-командир. Вы будете смеяться, Богдан, у нас на линии сейчас. Слушайте, как у нас хорошо получилось, так, рояль в кустах такой. Давайте выводите, Вика, выводим. Василий, добрый вечер. Я представлю прежде всего, значит, сейчас у нас на связи Василий Баранов, генеральный директор компании «Командир такси» и «Ласточка такси». Вы наслышите, Василий? Да, да, добрый вечер. Добрый вечер, Василий. В студии у меня Богдан Коношенко, ну, он мне сказал, что вы давние знакомые. Да, Богдан, добрый вечер. Добрый вечер, Василий. Значит, смотрите, прежде всего вопрос, а потом мы сможем пообщаться все вместе. Вопрос такой, мы сейчас с Богданом обсуждаем, ну, наверное, одну из главных проблем московского бизнеса, да, таксомоторного, это вот эта ситуация с нелегальным извозом. Сталкивались вы с этим? Да, конечно. Это наши основные конкуренты, которые на самом деле не конкурентами являются, но жизнь таким компаниям, как наши, портит. Вот, вот, вот. Вот я хотел бы, чтобы вы эту ситуацию прокомментировали, да, ну, понятно, почему они портят. Мы пытаемся сегодня выяснить, а что мы можем с этой точки зрения предпринять, что может предпринять государство, что может предпринять, собственно, сообщество, да, тех, кто занимается этим бизнесом. Ну, и вообще, как вы видите в дальнейшем развитие этой истории? Василий. Ну, мое мнение следующее. Государство уже сделало свой первый шаг и приняло поправки к 69-му закону СССР, регламентирующие действия таксомоторных перевозок. Это был первый шаг. Второй шаг – это создание условий, в результате которых эти бы, ну, данного закона выполнялись. А вот с этим пока государство не очень справляется, видимо, ну, другие есть задачи. Ну, наверняка, да, у государства много проблем. А вот каким образом, вы думаете, оно могло бы справиться? Ну, то есть, что надо сделать? Вот Богдан свою точку зрения тоже высказал в этом смысле. Мое мнение, мое мнение, что государство сейчас должно поддерживать легальных перевозчиков, такие компании, как наши, допустим, или другие компании. Каким образом? Мы очень часто встречаемся с представителями департамента транспорта, обсуждаем всевозможные вопросы и подсказываем решения, которые было бы неплохо реализовать в жизни. Этот процесс эволюционный, конечно, длится он будет, все зависит на самом деле от государства. Один год, два года или три года. Вот, поэтому мы, наверное, должны вместе с государством объединиться в этом вопросе и совместно решать данную задачу. Мне кажется, что государство без нашей помощи с этим будет справляться еще очень долго. Ну, это правильно, я думаю, это логично, потому что вы, в данном случае, инициаторы, правильно? Вы хотите навести порядок в собственном огороде уж, если извините. Мы хотим, решая свою задачу, избавить город от проблем, которые называются нелегальные перевозчики. Это симбиоз действий должен быть. Ну, понятно. А вот структуры, ну, на государственном уровне, которые в какой-то степени все-таки отвечают, да, или там рассматривают свою ответственность за то, что происходит в городе, они что, не понимают, что действительно есть такая проблема? Ну, как же, не понимают. Понимают. Но для того, чтобы эту проблему решить, необходимо создать условия, в результате которых эта проблема будет решаться. Потому что недостаточно точечными какими-то рейдами, точечными решениями выезжать на рейды, отнимать машины, штрафовать и так далее, и тому подобное. Это должна быть работа, настроена в виде процесса. Вот так вот. Ну, и главные какие-то... Это первое, да. Это первое. А второе, что мне хотелось бы, чтобы государство как можно доходчивее, да, как можно доступнее рассказывало всем потенциальным пассажирам такси, почему опаснее, почему неправильно пользоваться нелегальными перевозчиками. Вот это вот информационное поле, которое необходимо создавать, наверное, вот было бы посильной точкой. Понятно. Спасибо огромное, Василий. Еще раз напомню, на связи у нас был Василий Баранов, генеральный директор компании «Командир такси» и «Ласточка такси». Всего хорошего, Василий. Богдан, вот смотрите, Василий неожиданно предложил, да, что надо наполнять информационное поле, рассказывать всем, ну, я так понимаю, на уровне некой социальной рекламы, что садиться вот в эту машину, это бобо может быть, бобо. Это неправильно. Конечно. И, ну, я хотел бы дополнить к тому, что сказал Василий, что вот в последнее время в департаменте транспорта была создана и постоянно, на постоянной основе работает так называемая рабочая группа по вопросам таксомоторных перевозок, в которую входит большинство членов нашего комитета. Есть концепция развития таксомоторной отрасли Москвы, которая департаментом принята и постепенно проводится в жизни. Ну, в ближайшее время ожидается о том, что будет вынесен на рассмотрение Московской городской думы проект по тому, чтобы все такси в городе были единого цвета. Это для чего нам это нужно? Для того, чтобы можно было легко определить, кто является легальным и заводом. Кто есть кто? Да, кто есть кто. Кто является легальным перевозчиком, кто является нелегальным перевозчиком. Они наверняка желтого цвета будут? Ну, вероятнее всего желтого. И, в общем-то, сегодня большинство перевозчиков сошлись на том, что желтый цвет это не так уж и плохо. Это не плохо, но... Первоначально это было воспринято многим очень негативно. Как поклонничество Западу, видимо, да? Ну, не только Западу. Почему Западу? Ну, это же американский вариант, насколько я помню, оттуда же все. Значит, желтый, ну, желтый цвет есть в Нью-Йорке, да? Есть... Богдан, мы сейчас поговорим, если где этого нет. Да, послушаем новости и продолжим. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем разговор о рынке таксомоторных услуг в эфире «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Напомню, в студии Богдан Коношенко, представитель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам таксомоторных перевозок, ну и по телефону в прошлой части программы мы разговаривали с Василием Барановым, генеральным директором компании «Командир такси». Давайте продолжим, собственно, прерванный разговор, было очень интересно. Ну, собственно, для чего хотят ввести единый цвет, да? С одной стороны, для того, чтобы пассажиры, пользователи такси могли легко отличать легальных перевозчиков от нелегальных, а с другой стороны, вот когда перевозчики говорят, запустите нас на полосы для движения общественного транспорта, да, то власти говорят, а мы не можем отличить легальный это таксист или нелегальный. Если же машины будут единого цвета, да, неважно какого, если будут легальным перевозчикам выдаваться, например, желтые номера в ГИБДД, то такую машину легко будет отличить и по внешним признакам, и также техническими средствами, камерами и так далее. Поэтому никто не воспринимает, и кроме того, мы полагаем, что нелегальные перевозчики не станут перекрашивать свой собственный автомобиль, который они используют и как собственное средство передвижения, и как для источника своего дополнительного дохода, не станут перекрашивать его в желтый цвет, а пассажиры будут таким образом отличать. Ну, я думаю, что да, это проблема, это потом надо перерегистрировать. Так что, в принципе, это не такая же плохая идея. Это хорошая идея, более того, она очевидна, но почему нет шагов в этом направлении? А вот они в ближайшее время должны происходить. По крайней мере, мы на рабочей группе, когда занимаемся этим, знаем, что вот в ближайшее время рынок ждут именно эти перемены. Хорошо, ладно, цвет или цвет номеров, это замечательно. Также сейчас широко обсуждается вопрос о введении единых тарифов. Сначала это от объектов инфраструктуры, которые на сегодняшний день от вокзалов, от привокзальных площадей, потому что система должна быть для того, чтобы там находились только легальные извозчики, система должна быть построена таким образом, что вот машина, которая заезжает на полосу для движения такси перед вокзалом, да, значит, она не может из него выехать до тех пор, пока не проедет ее полностью от начала до конца. И заехать на эту полосу могут только легальные извозчики. Не совсем понимаем, что это значит, вот заехал на полосу и не может выйти, пока не проедет. Возле, на привокзальных площадях сегодня организованы специальные линии для такси. И заехав туда, машина легального, туда можно заехать только по карточке, открыв шлагбаум, карточку получает только легальный извозчик, она привязана к номеру автомобиля, то есть нельзя передать эту карточку кому-то, да, отнять ее или продать ее, или потерять ее, а потом по ней будет кто-то заезжать. Это невозможно, да, можно заехать только на том автомобиле, на который эта карточка, собственно, получена. А дальше на этой линии выстраивается линейка из ряда легальных перевозчиков. Если у этих легальных перевозчиков будут разные тарифы, да, то пассажир, по идее, выходя в такси... Ну да, он будет выбирать, он будет выбирать. Да, он будет выбирать. А технически выехать с этой линии, если он возьмет, например, четвертый автомобиль или второй автомобиль, до тех пор, пока из него не выйдет первый, взять не может. Поэтому тариф должен быть один. Понятно. Унифицированный. Да, для начала. Кроме того, на сегодняшний день, ну, практически все таксомоторные компании на сегодня имеют там 400, 500, 600, 700 автомобилей, но не более того. И ни одна из компаний не может сегодня подавать, вот если вы позвоните по телефону и попросите подать вам автомобиль, никто не сможет подать вам его раньше, чем через 30-40 минут, как правило, да. Физически это невозможно. Одновременно с этим сегодня появились новые технологии, в частности, вот там Яндекс.Такси. Скорость подачи автомобиля там на сегодняшний день составляет там 10, 15, 12 минут. Почему? Да, почему. Потому что, при том, что они не обладают собственным парком, да, они привлекли к себе всех перевозчиков, которые работают в Москве. И на сегодняшний день для того, чтобы таксомоторные компании могли между собой конкурировать, не конкурировать, а конкурировать с Яндексом, да, и сделать точно такую же скорость подачи, как у Яндекса, да, мы должны сделать у себя одинаковые тарифы. Потому что, ну, условно говоря, у меня стоит сегодня автомобиль на ВДНХ, а у меня есть заказ на улицу Удальцова, да. Ну, понятно, в другой конец Москвы, все правильно. Да, в другой конец Москвы. Одновременно с этим, например, у такси Ритм, да, есть автомобиль в районе Ленинского проспекта, что, в общем, недалеко от улицы Удальцова, да, но заказ у него есть, например, на проспект Мира, что недалеко от ВДНХ. Мы можем с ним этими заказами поменяться, да, по схеме, да, то есть, когда диспетчерская таксомоторная компания принимает все заказы, которые может принять, да, и все, что их водители не разобрали в течение, там, трех минут, будут показывать всем остальным водителям других таксомоторных компаний. И что важно, никто не теряет деньги здесь, правильно, потому что тарифы одинаковые. Да, если тарифы будут одинаковые, то это возможно, если тарифы одинаковыми не будут, то это невозможно. Богдан, вот что касается тарифов, к сожалению, времени не так много, очень интересный у нас сегодня разговор с вами. Что касается тарифов, я опять, если позволите, вспомню советские времена, вот этот счетчик так называемый, да, или как правильно он, наверное, иначе как называется. И там формировался этот тариф в зависимости, я так понимаю, от наезженного километража, правильно, то есть, словно говоря, километр стоит, там, копейку. Ну, не так все просто. Не так просто, да? Не так просто. Я вспоминаю, сейчас, знаете, Калина Красная, помните, там, когда приехал в гости к нему бывший подельник, да, дедушка считает, сколько же это они вот наезжают? Рубь километр. Как же это выглядело? Значит, ну, как раньше, если не ошибаюсь, там стоило 25 километров в советские времена. На сегодня существует два основных способа расчета, да. Значит, большинство компаний используют тариф по времени. То есть, сколько машина, да, она может стоять в пробке, да, час. Да, то есть, подача, как правило, происходит бесплатно, минимальная поездка стоит, там, у кого-то за 20 минут, там, 300 рублей, там, 290 рублей, 260 рублей, да, у кого-то за 30 минут, там, 400 рублей, 450 рублей, я говорю о тарифе эконом-класса, да, а далее сколько-то рублей минута, да, там, 12 рублей минута, 11 рублей минута. Больше этого предела уже поминутно считается. Да, да, если едешь больше 30, внутри МКАД. Если выезжаешь за пределы МКАД, то там считается и время, и километраж, там, 10 рублей километр, там, 12 рублей километр, там, 13 рублей километр, в зависимости от того, на какой машине ты едешь. И есть второй вариант, это расчет по таксометру, в который зашит немножко другой принцип внутрь этого устройства, да, как правило, используется, ну, кто-то использует механические, еще продолжает пока использовать механические таксометры, кто-то использует сегодня электронные, поскольку большинство автомобилей сегодня оснащено GPS-навигацией, и таким образом можно рассчитать и скорость, и местоположение автомобиля, где он находится, и по какому маршруту он двигался. Таким образом, они зашивают, значит, в тариф, когда машина движется со скоростью менее, там, 12 или менее 10 километров в час, то считается... То есть, в другим словом, она в пробке стоит, да? Да, стоит в пробке, да, там считается по времени, когда она двигается со скоростью более, там, 20 километров в час, то считается за километраж. За километраж уже, да. Плюс при выезде за МКАД считается там дополнительный тариф. В аэропорте, как правило, существует такое понятие, как трансфер. То есть, фиксированная ставка из-за какого-то округа в какой-то аэропорт. Кстати, вот, что касается трансферов, да, тоже не секрет, если... Ну, это не Москва, конечно, это какие-то региональные истории, маленькие городки. Я знаю, по крайней мере, вот в Подмосковье очень часто сравнивают с тем, что там, условно говоря, такси по городу 50 рублей. Такси по... То есть, неважно откуда, неважно куда, вот 50 рублей. Ну, в Москве, конечно, такое невозможно, правильно? Конечно, нет. Конечно. Средняя скорость движения в городе Москве на сегодняшний день составляет порядка там, в районе 25 километров в час, не более того. Есть вопрос. Значит, наш слушатель пишет, что очень часто заказанное такси, приезжая с 2 до 8 утра, приезжает с сонным водителем. Как с этим бороться, какую ответственность несет перевозчик, таксисты выходят, перерабатывают, и перевозчик не мешает им выходить на рейс в не лучшем состоянии. Ну, это примерно то же самое, что мы уже обсуждали, наверное, когда говорили, что, собственно, легальный таксист, легальный работник, он врачу покажется. И тот, видимо... Совершенно верно. Когда увидишь, да, что... Видимо, речь идет о нелегальном перевозчике. Что он не в себе немножко, наверное, он его просто на линию не выпустит. Давление померяет, просто не выпустит на линию. Но там есть и визуальный осмотр, и беседа с водителем. То есть речь, скорее всего, да, вот о том... Речь идет, скорее всего, о нелегальном перевозчике. Я понял. Значит, мы чуть раньше говорили о том, что вот есть такие подходы к тарификации. В общем, примерно все это понятно. И тем не менее, фраза такая прозвучала. У одних, ну, я в цифрах могу ошибаться, но тем не менее, у одних 30 минут, да, 200 рублей, а у других 400 рублей. А почему это так? А чего это зависит? Это зависит от автомобиля, на котором вы ездите. Есть так... Вообще, вот, на сегодняшний день на рынке так сложилась ситуация, да. Есть автомобили эконом-класса, да, среди легальных извозчиков, да. Это что-то в районе Рено Логан. И все, что близко. Да, и все, что вокруг него близко, да. Значит, вот весь легальный извоз, он, наверное, начинается вот с этого уровня. Значит, дальше идет комфорт-класс. Это автомобили уже типа Ford Focus, Renault Fluence. Chevrolet, Lachete, наверное, вот что-то в этом духе, да. Есть бизнес. Но бизнес, он, на самом деле, мало представлен на рынке. Он... Он не такой спрос, наверное, может быть? Ну, вы знаете, и спрос тоже, наверное, на эти машины есть. Есть, да? Да. Ну, например, тот же самый такси-командир. Василий. Да, Василий Баранов на Мерседесах Е-класса. Значит, насколько я понимаю, также испытывает проблемы со скоростью подачи автомобиля, и он перезагружен заказами. Ну, понятно. Так же, как во всей... Просто этот сегмент значительно ниже. Ниже, да. Не ниже, вернее, а уже. Уже. Специфичнее, да? Он выше, но уже. Он, да, он дороже, естественно, но... Да, такой... Спрос на него, да, специфичнее. Это бизнес-класс. Но, вы знаете, вот бизнес-класс, он тоже имеет определенную разбивку, да. Это может быть и Форд Мондео, а может быть и Мерседес Е-класса. Ну, сравнить два этих автомобиля, наверное, сложно. Сложно, но, я так понимаю, дело... Ну, и расценки разные. Конечно. И потом дело, наверное, все-таки не в самом автомобиле, а есть автомобиль, который дает определенные, опять, опции, да. Здесь есть кондиционер, там, климат-контроль двух зон, а здесь нет. Ну, здесь, наверное, еще и марка имеет значение. Ну, то есть, престиж. Да, престиж, да, то есть, там, большая тройка, да, это, безусловно, бизнес-класс. Конечно. Там, машины... Чуть ниже, чуть проще. Богдан, я прошу прощения, у нас, к сожалению, искренне говорю, к сожалению, заканчивается время. Я с удовольствием еще раз вас представлю. Сегодня в гостях в бизнес-классе был Богдан Коношенко, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам таксомоторных перевозок. Огромное спасибо ему, огромное спасибо, уважаемые слушатели. Сегодня мы говорили о рынке таксомоторных услуг.